В республику поступила вторая партия вакцин против гриппа Сави Грипп, в связи с чем поставлена задача до 20 октября завершить плановую вакцинацию населения против гриппа. Важно успеть до начала подъема заболеваемости, которая обычно начинается уже в начале ноября. В Туве до прошлой недели было вакцинировано всего 12 360 человек. Эпидситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппам, по данным мониторинга, за прошедшую неделю остается стабильной, хотя отмечается тенденция к росту случаев острых респираторных вирусных инфекций. За прошедшую неделю зарегистрировано 773 случаев. Отмечено, что более 80% заболевших составляют дети от рождения до 14 лет. Госпитализировано 97 больных, в том числе 86 детей. Национальный музей объявляет о старте акции навстречу десятилетию выставки Оржан-2. Выставка сокровища долины царей прогремела уже на весь мир. Предметы из курганов Оржан-1 и 2 произвели большую сенсацию. Уже 10 лет как золото скифов экспонируется в Туве. В связи с празднованием этой даты Национальный музей объявляет о 50% скидке на вход. С 12 по 15 октября вход для школьников будет 40 рублей, а для взрослых – 100 рублей. Государственный архив республики получит поддержку Росархива. Росархив рассмотрит заявку Министерства культуры Тувы на приобретение оборудования Государственному архиву Тувы для перевода архивных документов в электронный формат, а также проведение оцифровки описи фондов Госархива за счет федеральных средств. Договоренность о поддержке со стороны Федерального архивного агентства была достигнута в ходе рабочей встречи первого заместителя министра культуры Тувы Виктора Чехжита с руководителем Росархива Андреем Артизовым. Также на встрече обсудили вопрос о передаче копий документов, фильмов по истории Тувы из фондов Федерального агентства и оцифровке этих материалов для передачи в цифровом формате.